Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. А в этом видео я хочу с вами поговорить про правила хорошего отпуска. Сейчас как раз-таки самое время подготовки к отпускному периоду. Кто-то уже отправляется в отпуск. Давайте с вами обсудим, как сделать дорогу полезной для вас и вашего здоровья. И здесь, конечно же, зависит от того, каким транспортом вы отправляетесь в отпуск. В первую очередь, очень много людей отправляется на самолете. Если у вас впереди предстоит авиаперелет, то, конечно же, обязательно я рекомендую подготовиться. В первую очередь, особенно женщинам возраста 35+, я обязательно рекомендую для перелетов одевать компрессионные чулки. Это поможет профилактировать варикозное расширение вен и защитит всегда ваши вены. Для того, чтобы ваши венки всегда были в хорошем состоянии, чтобы не было расширенных вен. Самая лучшая профилактика – это одевать компрессионные чулки на время перелета. Они продаются в специализированных магазинах, с этим, в принципе, сложности тоже нет. Далее, как подготовиться непосредственно к самому авиаперелету. То есть, во время авиаперелета по возможности лучше, конечно же, не сидеть, а по возможности ходить. Для того, чтобы не было застоя лимфы, чтобы не было застоя в кровообращении. Также рекомендую выпивать достаточное количество чистой воды. То есть, примерно каждый час выпиваете по 200-250 мл чистой воды. Во время полета я рекомендую избегать напитки, которые вызывают обезвоживание. И в частности, это относится к кофе, к алкоголю. Потому что и так при перелете влажность вообще в самолете низкая. В организме так обезвоживание. Если вы дополнительно будете провоцировать обезвоживание еще напитками, то ничего хорошего в этом не будет. Если предстоит длительный перелет, порядка выше 6-7 часов, обязательно возьмите с собой водно-солевые растворы. Во время полета обязательно ешьте, чтобы вы не летели натощак. Лучше отдавать предпочтение белковой еде и сложным углеводам. То есть, это прекрасный источник хорошей сложной энергии для организма. Это такой немаловажный момент. А в качестве перекусов, конечно же, лучше избегать во время перелета употребление фруктов, сырых овощей. Потому что они могут вызывать метеоризм, вздутие и неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта. Если вам предстоит дорога в виде наземного транспорта, то есть вы на автомобиле, либо на автобусе куда-то передвигаетесь на длительные расстояния. То, конечно же, во-первых, обязательно нужно выспаться накануне, чтобы вы не были уставшими. Также в дороге старайтесь, конечно, периодически останавливаться для того, чтобы вставать, разминаться. То есть длительное пребывание в сидячем положении здесь, конечно же, не рекомендуется, потому что это все вызывает застойные явления. Обязательно, опять же, пейте чистую воду во время всего движения. И также обязательно подготовьте себе еду в качестве перекусов, чтобы вы не впадали в состояние длительного голода. Я надеюсь, эти простые советы помогут вам сделать вашу дорогу более комфортной. И, конечно же, желаю всем прекрасных отпусков. Обязательно отдыхайте, потому что отдых очень важен для женского здоровья. Если вы хотите получать еще больше полезной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. У меня всегда там очень много полезной информации. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!